В Магаданской городской думе шестого созыва состоялось заключительное заседание на повестке дня 17 вопросов. Среди основных изменения в бюджете города на 2020-2021 годы. За счет увеличения налоговых поступлений дефицит бюджета удалось сократить на 28 миллионов рублей. Доходная часть увеличена более чем на 200 миллионов за счет поступлений из бюджета в других уровней. 30 миллионов город получил на обеспечение в школах горячего питания, 39 миллионов на обновление технологического кухонного оборудования в учреждениях образования. Также увеличена сумма субсидий межбюджетного трансферта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном практически на 30 миллионов рублей. И появились дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 10 миллионов рублей на приобретение подметально-вакуумной машины. И 8,5 миллионов рублей было выделено на проведение голосования по поправкам в Конституцию. На заседании Думы скорректировали и генеральный план правила землепользования и застройки Магадана. Необходимость изменения основана на обращениях учреждений и жителей города. Кроме того, отображены границы зон подтопления территорий Снежного и Дугчи. Между тем, заключительное 51-е заседание Магаданской городской думы 6-го созыва завершилось на приятной ноте. За период работы депутаты приняли 5 городских бюджетов и более полутысячи решений, влияющих на позитивное развитие Колымской столицы. Мэр Юрий Гришан поблагодарил всех за продуктивную работу и вручил благодарственные письма за активное сотрудничество в подготовке к новому учебному году. Продолжение следует...